80 тонн украинского сыра не попадет на российские прилавки. Оренбургские таможенники на границе с Казахстаном остановили четыре фуры с запрещенным с недавних пор продуктом. Грузовики везли полуфабрикат продукта бутербродного в Монастырский двор. Транзитом из Украины через Казахстан и Оренбургскую область продукт следовал в Москву, но груз, попавший под санкции, не прошел через таможенные и пограничные службы области. Название и производитель вызвали подозрения в силовых ведомствах и его сразу отправили на проверку в управление Роспотребнадзора. Там и рассказали о результатах экспертизы. Полуфабрикат сырный бутербродный под брендовым названием Монастырский двор. Такое название в принципе не предусмотрено данными тех регламентами. То есть была дана оценка, что данный продукт не отвечает требованиям технических регламентов таможенного союза и не подлежит ввозу в Российскую Федерацию. Руководителям управления Федеральной службы Роспотребнадзора внесены ограничения на ввоз продукции сыра и сырной продукции, которые производства Украины. Возможно, названием украинские производители пытались обойти запрет на ввоз некоторых товаров в Россию, предполагают специалисты. Кроме того, в состав продукта входят недопустимые добавки. По данному факту Оренбургской таможни возбуждено административное дело. Перевозчику товара назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. К тому же принято решение о возврате сыра в Казахстан. Молоко из Оренбургской области оказалось опасно для здоровья. Об этом сообщили сегодня представители Россельхознадзора Самарской области. Привезенный продукт не соответствовал санитарным нормам. Сырое молоко из Оренбургской области доставили в Самарскую в последних числах октября. Анализы же сегодня показали, что там были найдены посторонние микроорганизмы. Эти бактерии могут вызвать у человека пищевое отравление. Две тонны зараженного молока привезли из села Ефимовка Курманаевского района ЗАО Куйбышева. Связаться с директором компании так и не удалось. Стоит отметить, что сейчас молоко, которое не прошло санитарной нормой, скорее всего находится на прилавках самарских магазинов. Но опасность оно не представляет. Его очистили, пастеризовали и разлили по пакетам. Между тем, после этой истории остается непонятным, почему тонны местного молока оказываются в Самарской области. При условии, что в Оренбурге достаточно молокоперерабатывающих.